Всем привет, дорогие друзья! И в этом видео мы сегодня разберем особенности развития мышц поясницы. Спина является одной из сложнейших мышечных групп. Во-первых, она одна из самых больших, а во-вторых, на спине находится большое количество мышечных групп. Для их тренировки атлеты применяют большое количество разнообразных упражнений. Начиная от упражнения на широчайшие мышцы и заканчивая движениями на трапеции. Понятно, что в такой суете многие культуристы даже не вспоминают про мышцы поясницы, а зря. Почему поясницу нужно тренировать? В наш век сидячей работы поясница страдает сильнее всего. Кроме того, при выполнении тяжелых упражнений, начиная от жима лежа и заканчивая приседами, наша поясница подвергается худшему виду напряжения, статической нагрузке. Именно этим объясняются многочисленные жалобы на боли в спине, которые чаще всего вызваны не травмами позвоночника, а статической судорогой, возникшей вследствие длительного статического напряжения поясничных мышц. Ученые давно доказали, что справиться с подобной болью можно, сделав мышцу сильнее. В подтверждении этого многочисленные эксперименты доказали, что люди, начинавшие применять гиперэкстензии с весом, практически полностью избавились от болезненных ощущений в пояснице. Выходит, поясницу нужно качать отдельно. Но как быть тем атлетам, кто пока еще не страдает от боли в спине? Для таких людей есть еще один аргумент. Бессильные поясницы не будут расти веса в приседах, становой тяге и упражнениях, выполняемых стоя. Кстати, тот факт, что поясница связана с данными упражнениями, можно легко подтвердить. Качните поясницу сегодня, а завтра попробуйте выполнить приседы с привычным рабочим весом. Поверьте, вы не осилите и половину рабочих повторов. Как правильно тренировать поясницу? Мышцы поясницы хорошо тренируются разгибаниями. Сначала наклоняют корпус, а затем разгибают. Для повышения нагрузки на поясницу необходимо скруглить спину. В том случае, если вы будете делать разгибания с прямой спиной, левиную долю нагрузки примут на себя ягодицы и бизомцы бедер. Далее представлено упражнение, одно из которых необходимо выполнять в конце тренировки спины по принципу ротации. Старайтесь также от тренировок к тренировке увеличивать рабочие веса, сохраняя прежнее количество сетов и повторов. Румынская тяга на прямых ногах. Три подхода по 12 повторений. Гиперэкстензии. Три подхода по 15 повторений. Наклоны со штангой вперед. Три подхода по 12 повторений. Выполняйте эти упражнения, и ваша спина будет здоровой. Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok